друзья всем привет рабочая неделя началась и я тоже на посту боевом поэтому продолжаем набрасывать набрасывать по наболевшим тема а их так много каждый день что даже прямо не знаешь чего начать потому что все такое вкусненькое ну со штатом со штатами мы разберемся позже потому что мы сегодня скуса и подпишем новые сюжеты по курту волкеру там и прочим жертвам любви к украине а я начну с сюжета который привлёк мое внимание на выходных когда скромно и почти незаметно для общественности прошла презентация так называемого цифрового бренда украины и я вот который раз поражаюсь я не знаю даже назвать идиотизм хрен знает что вот этому украинскому замыливанию самим себе глаз ну какой цифровой бренд мы этих брендов наплодили уже просто херову тучу за последние годы украина нау она что уже не актуально помните ну наверно уже большинство вас забыли сколько правду говорю сколько было срача по поводу там шрифта вокруг бренда украины украина нау там кучу других брендов помнить этих маленьких девочек и мальчиков которые символизировали там украину евро 2012 боже вот-вот постоянно придумывается вот такая вот хрень якобы для того чтобы украину лучше узнавали но мы все понимаем что эта хрень нужно для того чтобы какие-то люди приближенные к власти получали легально из бюджета бабло за то что не там посидели по брейнсторм или один час два часа но не знаю там пару дней в лучшем случае и получили миллион полтора 2 10 на свои чп-шки там или еще все вот смысл всех этих брендов потому что мы прекрасно понимаем что на сегодняшний момент ключевой бренд украины и очень сложно будет изменить ближайшее время это токсичная страна коррупционная в которой с которой лучше не связываться потому что кто связался тому и жопа и один скандал вроде того что он сейчас происходит в сша вокруг переговоров трампа зеленским он обесценивает 250 тысяч таких брендов потому что ну не бренд какой-то там придуманный определяет как относятся к стране стране относятся так как она действует что она создает что люди в стране в то или иной создают своими руками своей головой интерес который возникает у мира к этой продукции он формирует отношения мира вот и все если страна производит космические корабли если она производит apple если она производит тест если она производит доллар если она производит привлекательный образ жизни она имеет соответствующий бренд или франция да все знают что такое французская кухня французская кухня появилась не потому что есть бренд французской кухни который кто-то там взял правительстве франции там взяли дали задание каким-то крутым креативщиками те взяли нарисовали а вот что у нас тут есть бренд французской кухни да нет все дальше у кого это просто вкусно чтобы и бэс это вкусно что их не супы и тем короче у них все вкусно реально можно обожраться как и в италии и если бы этого не было то не было бы никакого бренда и вот это вот постоянное замещение сути формой в украине оно приобрело какие-то ну даже я не знаю же чудовищные черты и ну мы просто выглядим идиотами реально и вот проходит выбор и что мы видим мы видим то же самое опять начинается необходимость создания какого-то цифрового бренда даю простоте какой цифровой бренд когда у нас на большей части автомобильных дорог и не автомобильных дорог отсутствует мобильная связь нормально вот я вчера ехал из луцка и 80 процентов времени если была одна палочка там и даже не это даже не три же это это просто если наличие связи было по варшавке то это уже хорошо так о чем мы говорим а какой а какой цифровизации какая цифровизация может быть в стране в которой государство зажимает все и вся которая постоянно прессует бизнес и сейчас опять придумывает очередную очередную волну по так сказать усиление мер по контролю над бизнесом мы с пашей себастьяновичем сегодня это разберем так что тоже ждите эфира этого но вот как это как как откуда будет браться бренд цифровой не цифровой да не откуда и бренд будет такой говеный какой он есть сегодня как говорится и человек говно и и финков вот к сожалению таковы реалии это нужно беспощадно критиковать это нужно беспощадно критиковать потому что государство должно сосредотачиваться на сути на институтах на судах на безопасности на арбитраже на выполнение своих базовых функций на выполнение обязательств перед партнерами чтобы мы чтобы от нас не шарахались и тогда у нас будет нормальный бренд надо все будут понимать что здесь можно зарабатывать бабки и тебя никто не перекинет не кинет и нигде не всплывет твоя переписка как сейчас джулиане показывает переписку с волкером волкер там будет давать показания конгрессу трамп трамп тоже не не знает он и так эту украину нашу не переносил ну точнее говоря на его вообще в его картине мира отсутствовала теперь ну все лучше его ожидания не подтверждаются нужно было связываться я я еще летом шестнадцатого года найдите этот ролик я говорил что трамп когда начался скандал с монофортом что трамп еще выгребета за украине потому что украина это это вот такое подача будет в любой момент с любой стороны когда ты не ждешь не потому что украина этого хочет а потому что мы такие бестолковые что оно как-то все само собой получается вот такая вот вот такая вот ситуация друзья поэтому этот цифровой бред надо заканчивать а заканчивать его можно только когда есть реакция когда люди возмущаются когда люди посылают всех этих бредоносцев далеко подальше ну пока все числе